МКБ-10, ЭГС-47 и 59-8 Общие сведения. Отравление метаном, рудничным, болотным газом встречается достаточно редко. Соединение отличается малоинертностью, слабо растворяется в плазме крови, практически не оказывает токсического влияния. Симптомокомплекс, возникающий при нахождении на зараженном пространстве, обусловлен преимущественно гипоксией. Кроме того, вещество обладает крайне слабой наркотической активностью. Экзотоксикозы, связанные с вдыханием метана, в 41,96% случаев обусловлены авариями на производстве, в 56,25% результатом подростковых попыток достичь эфоризирующего эффекта. Группа риска, лица мужского пола младше 18-20 лет, работники горно-промышленных предприятий любого возраста. Отравление метаном причины. Число ситуаций, когда становится возможным отравление метаном, ограничено. Поскольку углеводород легче воздуха и быстро улетучивается на открытом пространстве, это происходит только в закрытых помещениях. Внутри здания шахт содержание СИИ-4 сильно различается в зависимости от высоты. Под потолком скапливается максимальное количество газа, поблизости от пола его практически нет. Поражение рудничным газом встречается в следующих ситуациях – выброс природного метана. Вещество накапливается во внутренних полостях, которые имеются среди угольных пластов. При их вскрытии во время добычи твердого топлива наблюдается резкое повышение концентрации токсиканта в воздухе. Непосредственно после происшествия количество СИИ-4 может достигать 80-100%, что приводит к потере сознания уже через 5-6 вдохов. Возможна гибель пострадавшего. Производственные аварии вне шахт. Болотный газ применяется в химической промышленности для получения ацетилена, синильной кислоты, хлористого метила. При авариях целостность хранилищ нарушается. Если помещение слабо вентилируется, отмечается накопление углеводорода с одновременным уменьшением концентрации О2 в окружающем пространстве. Наркотизация. Отравление выявляется у подростков, которые целенаправленно вдыхают газ, пытаясь достичь наркотического действия. Подобные интоксикации являются легкими и редко представляют опасность для жизни. Обычно симптомы гипоксии, возникающие у пострадавшего, быстро проходят после прекращения ингаляции ксенобиотика. Ботовая уточка. CH4, смешанная с другими компонентами, используется как топливо для газовых плит. Если человек умышленно, суицид, криминал или случайно забывчивость у пожилых людей, угасание конфорки оставляет газопровод. Открытым углеводород накапливается внутри комнаты. Бытовые смеси обладают специфическим запахом, поэтому их присутствие легко обнаруживается. Патогенез сам по себе метан практически безвреден. Негативные явления, возникающие при его вдыхании, обусловлены недостатком кислорода в окружающем воздухе. Патогенез гипоксии основывается на двух основных звеньях. Изначально развивается нарушение процессов окислительного фосфорилирования. Это приводит к недостаточной выработке аденозинтрифосфата, энергодефициту, ослаблению всех энергозависимых реакций. Возникают контрактуры, уменьшается синтез белков, потеря клеточного потенциала покоя. Вторым звеном считается накопление молочной кислоты с развитием ацидоза. Происходит блокада гликолиза, активация лизосомальных ферментов, аутолиз клеток, увеличение проницаемости цитоплазматических мембран. На макроуровне это проявляется расстройством ферментативного аппарата организма. Отмечаются нарушения дыхания, сердечной деятельности, работа центральной нервной системы. Возможен шок, который сопровождается централизацией кровообращения, нестабильностью гемодинамики, ишемии внутренних органов, головного мозга и миокарда. Классификация отравления метаном подразделяется по причинам производственной, бытовой, с целью наркотизации, течением, астро-хронической, тяжести. Поражение – легкое, средней тяжести, тяжелое, наличие осложнений, осложненное лягучным отеком или органическим поражением мозга, неосложненное. Еще один вариант классификации – деление по типу отравляющего действия, гипоксия. Встречается наиболее часто. Первые признаки возникают при снижении концентрации О2 на 25-30%. Доля метана не имеет определяющего значения. Опыты, проведенные Петербургской академией наук еще в XVIII веке, показали, что вдыхание смесей из 80% CH4 и 20% О2 сопровождается только головной болью. Уменьшение содержания кислорода до 10-15% без изменения доли болотного газа приводит к развитию клиники кислородного голодания. Токсическое действие проявляется крайне редко, вероятно, связано с гиперчувствительностью к метану или индивидуальными особенностями пострадавших. Зарегистрированы случаи, когда при вдыхании воздуха, содержащего всего 10% углеводорода, развивались признаки острой интоксикации. Отека легких поражения почек. Впоследствии у больных отмечается длительное невротическое состояние. Осложнение отравления метаном и связанное с этим гипоксия приводит к органическому поражению мозга. Подобное происходит при длительном кислородном голодании. Церебральные ткани подвергаются необратимым изменениям, что отражается на последующей работе организма. Остаточные явления могут затрагивать моторную или психологическую сферу. Участие пациентов после восстановления сознания присутствуют порезы и параличи конечностей, эпилептоморфный синдром, нарушение зрения, обоняние и тактильной чувствительности. Психологические трансформации проявляются в форме эмоционально-волевого оскуднения, перепадов настроения, нестабильности психики. Снижение умственных способностей. В тяжелых случаях происходит утрата памяти, теряется навык ориентирования в окружающей обстановке. С течением времени симптомы повреждения ЦНС могут ослабевать, однако полного их исчезновения не происходит практически никогда. Наиболее неблагоприятным вариантом течения постгипоксической энцефалопатии является смерть мозга и необратимое прекращение деятельности коры и больших полушарий. Диагностика При наличии стойкой симптоматики может потребоваться консультация кардиолога, невролога, психиатра. Используются следующие методы обследования – физикальные. Определяются характерные клинические признаки гипоксии. Пульс выше 90 ударов в минуту, отснижено на 10-20 единиц от нормы. При тяжелом кислородном голодании может отмечаться бродикардия, падение артериального давления и докритических показателей. Аускультация легких в редких случаях позволяет выявить влажные хрипы при выслушивании сердца, глухость тонов. Уровень сатурации 90-93%. Аппаратное На ЭКГ определяется сокращение интервалов арармения 1 секунды. Возможно развитие блокад с возникновением аритмии. При элекроэнцефалографии у коматозных пациентов отмечается уменьшение внутримозговой проводимости нервного импульса. При декортикации свидетельства церебральной активности отсутствует. Лабораторное Выявляется снижение парциального давления кислорода, рост концентрации углекислого газа крови. ПЕЧ смещается в кислую сторону. Происходит увеличение содержания калия, снижение ионов натрия, другие электролитные нарушения. Может отмечаться повышенное скопление лактата. Гематокриты GT 40-48%. Лечение отравления метаном. Лечение может проводиться амбулаторно или на базе стационара. Выбор метода зависит от тяжести поражения. Люди в бессознательном состоянии или с выраженными нарушениями психики нуждаются в госпитализации. Экзотоксикация легкой степени позволяет отказаться от помещения пациента в ЛПУ. Требуется оказание только первой помощи. На месте происшествия пострадавшего следует вынести на свежий воздух, уложить под ногами, разместить валик или подставку так, чтобы они были приподняты на 30-40 градусов. Это позволит обеспечить максимальный приток крови к жизненно важным органам. Стесняющую одежду расстегивают. Прибывшая бригада СМП проводит ингаляцию кислорода через назальные конюли. При наличии тёка легких, как пеногаситель используется этиловый спирт. Наркотические анальгетики противопоказаны. Дальнейшая терапия проводится по показаниям. Может потребоваться введение седативных сердечных средств, инфузионных растворов. В стационаре больного помещают под наблюдение. Для устранения последствий гипоксии назначают ноотропное средство. При наличии технической возможности проводят 5-7 сеансов гиперборической оксигенации. Невротические состояния являются показанием для применения седативных и снотворных препаратов. С целью коррекции электролитных нарушений осуществляют инфузии солевых растворов. При выраженном ацидозе применяют буферные средства 4% натрия, гидрокарбонат. Показан покой, свежий воздух, полноценное питание. В реанимации реанимационное пособие требуется больным с тяжелыми отравлениями. При нарушении дыхания пациенты интубируют и переводят на искусственную респираторную поддержку. Отек легких или головного мозга – повод для применения петлевых диуретиков. Ограничение вводимой жидкости. При поражении почек показан строгий контроль водного баланса – гемодиализ. Недостаточность кровообращения корректируется с помощью кардиотоников – вазопрессоров. Шоковое состояние требует проведения специальной противошоковой терапии. Необходим круглосуточный мониторинг с помощью анестезиологического монитора. Реабилитация Реабилитация рекомендована после экзотоксикоза тяжелой и средней тяжелой степени, если у пострадавшего сохраняются те или иные остаточные явления. При неврастении больному назначают седативные лекарства на срок до полугода. Требуется прием препаратов, улучшающих мозговое кровообращение. Продолжительность курса может достигать 12 месяцев. Неврологические явления – показания для санаторно-курортных восстановительных мероприятий. Пациент должен наблюдаться у невролога.